АМ Лига возвращается! Тысячи команд сразятся в 13 сезоне по новой системе проведения. Каждая команда после вылета из основной части турнира будет иметь возможность второго шанса попадания в плей-офф. Еще больше соперников и интересных поединков. Регистрация доступна для всех желающих до 8 ноября. Подробности на Dota 2 StarLadder TV Всем снова добрый вечер! С вами Ignite и сегодня мы смотрим третий матч. Это сегодня первая игра между командами Pro123 и Aspera. Успела я на них сегодня попасть. К сожалению, вчера, когда комментировала, у нас затянулись две игры из Best of Two на 4 часа. И я не успела на вторые пары, а вот сегодня я успела. И так что будет еще один матч. Это пока что у нас первый. Ну и посмотрим, что себе взяли здесь команды. Напоминаю, кстати, что это ProSeries, сезон 13. Групповой этап и группа это у нас A. А, в общем, Aspera взяли себе. Виспа, Тинни. Вот это я чувствую будет с самого начала игры. Очень интересно. Все-таки мне очень симпатизируют такие связки. Что-то типа там Слардар, Дазл. А вот сейчас просто Виспа и Тинни. Мне кажется, будет очень-очень интересно наблюдать за ними. Так, и берут себе дальше, кстати, Эмбер Спирита и Бэйна. Вот так вот. Ну и команда ProS 123 у нас отвечает. Здесь Слардаром, Виндрейнджер, Тускар и Лина. В бане у нас оказываются от Асперы. Брундмазер, Дарксир, Вичдоктор и Дазл. Такая вот фиолетовая команда в бане. У вас от купальника. Вот, и Дума, Найт Сталкер, Андайнг и Квапа у нас от ProS 123 здесь в бане. Ну и дополнительное время, кстати, сейчас пошло. Уже думают ребята из Pro, кого бы им забанить. Ну и решили забанить здесь сейчас Баратрума. Думают ребята о том, что помешал бы им в этой карте Баратрум. Действительно, почему бы и нет. Вот, ну и идет сейчас время у Асперы. Посмотрим, кого они сейчас забанят. Продолжат ли они банить вот так вот по цвету. Ну это, конечно, чисто совпадение, но все равно, как сам факт, немножко добавно выглядит. Так, ну и смотрим. Дополнительное время. Умник Найт вот так вот. Умник Найт обанят. Ну и остается у нас как раз сейчас последние пики. Так и посмотрим. По сути дела, опять-таки, Висп Тинни, отличная связочка. Эмбер Спирит. И в начале игры, в принципе, может быть полезным. И засейвится он, если что, может уйти на Римнанте, там, на Дамажьи Фистами. Флэмгвард его очень больно выжигает. Бэйн, опять-таки, хороший здесь ультимейт. Ультимейт, и контроль есть, и с руки нахарасит, и со скиллов даже нахарасит. Отлично. Так, ну а, конечно же, от просто 123 здесь Лордар. Станчик есть, минус армор есть, еще башки, если повезет, здесь пройдут, все будет хорошо. Миндрэнджер тоже отличный ультимейт на даже лейтгейм, да и в начале. Шейкл еще у нее есть, пауэршот есть на Вендране, убежит Тускар, Сноубол, Шардейд. Ну, что тут говорить. Отличный герой Лина, опять-таки, отличный ультимейт. И вот смотрите, просто у нас на ласт пик Брюмастер и Бестмастер. Какая здесь ирония судьбы. Два таких очень интересных персонажа, два мастера. Ну и пикают сейчас, ребят, своих героев. Посмотрим. Представлю я их, наверное, по никам. Сразу извиняюсь, если вдруг неправильно чей-то ник назову. Я, ребята, не специально. Так. Пикачу у нас на Слайдаре, Вендрэнджер, Никс, Джекей, Тускар, Лина, Мирспирс, Брюмастер, Студио. Айрви у нас на Виспе, Сакура, Тине, Шарфик, Эмбер, Спирит, Бэйн, Шкипер. Ну и ждем как раз Бестмастера. Кто же у нас здесь на нем будет играть? На Бестмастер у нас играет Сик. Так. Ну и закупаются пока что команды. Ждем. Ждем. Посмотрим, кто куда пойдет. Ну, Бестмастер у нас сразу потопал здесь на бот. Что-то есть. У него варник пойдет, он поставит. Какой-то отвод заблочится. Или может просто себе Вижна ставит. Так вот Курьер здесь симпатичный стоит. Так. Ну, а ребята в целом из Аспира вместе идут здесь у нас по топу сейчас и будут выходить на топовую руну. Сразу у нас Тетерит. Здесь Висп к Тиннику. Ну, кстати, а Эмбер особо, по-моему, на руну не торопится идти. И вместе с Бэйном. У Бэйна, кстати, два сандряка есть. Может быть, думают, что здесь ребята будут банить. Но ребята из ПРО у нас пошли в итоге все вместе на бот. Тут вот накидывают здесь по вражескому кабанчику. Так вот совсем на кабанчик здесь не похож. Но тем не менее. И собрались на боте практически все вместе. Остался только Свардар сейчас у нас здесь на топе. Ну, он не пошел пока что. Вардов у него нету. Ничего не поставил. Не заблочил. Остали здесь вот на мид. Такой вард. А здесь просто решил Крепочков поступить. И все. Верка забирает руну. И еще Виспа у нас забирает руну. Виспа уже летит. Боттл. Так. Ну и пока что будем наблюдать. Верка стоит у нас. Так это что у нас здесь? Из-за такая встреча внезапная. Шарды и Виспа ловит. Ну, ой-ой-ой. Как он хорошо противорелся здесь к Тиннику. Тинник немножко, конечно, под Верку подсталился. Получил пару тычек. Ну, и Висп тоже пару тычек получил. Боттл к нему прилетел. И ой-ой-ой. Здесь станет Верку. Ну, Верке. Кстати, пауэршот. И Верка без Вендрана. Немножечко рискует сейчас получить. Ну, я думаю, в принципе, должна выживать. Пока что, конечно же, здесь только Аваланч есть первого левела. Так, и опять у нас пошли вот эти дисконнекты. Хотела я посмотреть и представить вам, наверное, пять команды, как я делала это с другими тимами. Тимами, ну, к сожалению, зашла я, посмотрела, что про себя здесь команды написали. И ничего здесь не увидела, к сожалению. Так что, может быть, в следующий раз я о них вам что-нибудь интересное расскажу. Ну, или, по крайней мере, сделаю какие-то выводы для себя. Посмотрю, как играют команды. Какие у них есть прикольные свои фишки. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, и ждем пока что Слардара. Слардар у нас здесь первого левела. Пока что он, в принципе, у Таура стоит особо. Ему здесь особо ничего не угрожает. Ну, Бейн, конечно же, его харасит. И в это время позволяет, естественно, Эмбер Спириту спокойненько здесь фармить крипов. Кстати, Эмбер пока что ноль крипов добил и ноль за Денайл. В это время, что у нас на боте. Брюмастер подфармливает здесь потихонечку. Бистмастер стоит. Тоже получает экспульт первого левела. Лина пришла еще, кстати, первого левела. Тоже здесь будет харасить, напрягать этого самого бистмастера. Ну, это у нее должно неплохо получаться. Так. И, кстати, Тусик. Вот сейчас у него есть ворды. И придет он на топ. Будет, я думаю, Слардару помогать. Ну, на самом деле, мне кажется, самое интересное сейчас будет развиваться. На миде. Интересно здесь наблюдать, конечно же, за Тинни с виспом. Есть такой вот помощник у Тинни. Еще и висп здесь стакает. И просто не перестает здесь в итоге Тинни напрягать эту ВР-ку. ВР-ке пока что... ВР-ке пока что тангусы заполены. Ну, кстати, хилочка есть. Ну, должна, наверное, до ботла, конечно, дотянуть. Так, Слардар с Тусиком на топе. Тут, конечно, их Бэйна харасит. Но они тоже особо здесь не боятся и пытаются что-то сделать. Конечно же, два милишника, но тем не менее, станчик... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ВР-очка. Наваливает под Вендрана, бежит. Неужто это будет Ферст Блат? Ферст Блат для ВР-ки, отличная игра. И уходит еще, отхилилась сейчас на флосочки. И просто стоит вот так вот, даже не боится. Кстати, в это время еще Тускар у нас забирает здесь Эмбера. Эмбер вот сейчас летит. И, боже мой, неужто еще Бэйна накидают. Вот так вот на себя здесь слеп перенял. Пошел стан на Эмбера. Кстати, вот был близок здесь Тускар ФБ. Но все-таки, как я и говорила, получилась у нас ФБшка на миде. И забрала ее, на удивление, ВР. Я рассчитывала, если честно, что Тинни с виспом. Здесь окажется впервые. Но немножечко... Конечно, висп очень худенький пока что еще. 490 хп, да? Тиннику он дает хороший бонус. Но сам по себе очень уязвим. Но в это время, кстати, реабилитировался. Здесь Эмбер забрал себе 1 килл. Ну и потихонечку пешком Тускар продолжает у нас движение на топ. Ой-ой-ой-ой-ой, станчик задул. Здесь Нина, бисмастер отхиливается флаской. Хорошо. Еще у него есть регенчик здесь. Так, ну и смотрим дальше. Опять ПВР-ки здесь прилетают станчиком. Ну, аккуратненько, аккуратненько ВР-ка держится. На двоечку себе вкачал Эвендран. Пока что шейкла у нее нету. И, может быть, в этой ситуации оно как бы и правильно. Так, что-то здесь такое. Вообще за наглость от Брюмастера. Зашел просто под вышку такой. Ну-ка, иди-ка сюда. И пошел. Пошел дальше. Все-таки развернулся, ушел так. В это время Эмберспирит, как-то, мне кажется, он немножечко рискует. Флэмгвард у него активирована, вырывается на сноуболе, шарды стоят. И застрял. Еще крепочек тут блочит. Так, ну неплохо, кстати. Выжигает он здесь двоих. Горит. Тускар умирает. Бэйн его забирает. Изи. И... Ой-ой-ой-ой. Как хорошо сейчас Бэйн спрятал этого Слардара. Так, хотел Слардару забрать этого Эмбера. Но, мне кажется, он, конечно, рискует. И даблкил сейчас для Бэйна. Вот так вот развели. Очень хотелось, конечно же, добить этого самого Эмберспирита. А в итоге... А в итоге добили Слардара. Бэйн... Очень-очень неплохо, конечно. Здесь сыграл. Хорошо расконтролил. Подождал вовремя всего. И забрал себе 2 килла. Для саппорта это очень-очень нотбет. Так. Что у нас на боте? Лина пока что... Лина пока что без сапога с антриком. Очень-очень медно передвигается. Сейчас должна найти сапог таки купить. Немножко мобильности ей это добавит. Так. Ну и стоит... Стоит Бестмастер 5-го левела. Ой-ой-ой. Слардар таки отомстил здесь Эмберу и убил его. Но очень много экшена сейчас на карте происходит. Висп опять делает стаки. Надо будет глянуть, как будет Висп сейчас в инвизе выглядеть. Может быть, повезет увидеть. А может быть, кстати, ничего не поменяли. И Висп все так же будет непонятно. Висп вообще в инвизе или нет. Так. Что у нас Бестмастер? Хотела я посмотреть. Пока что просто стоит, получает экспу. В принципе, у него это получается 5-го левела. Кстати, Брюмастер тоже 5-го левела. Лина 4-го. Аккуратно, в принципе, Бестмастер стоит. Особо старается не подставляться. Так. Эмбер пришел что-то на мид. Щит бедняка у него имеется. И есть еще у него сапог. Пока что БРК пауэршот пробивает неплохо. Здесь Тинника 200 хп у него есть. Кстати, Тинни себе брейсер прикупил. Он уже стал довольно-таки толстеньким. Смотрите, 1000 хп у него. Ну и, конечно же... Висп. Отличный, кстати. Сейчас Сентряк разбивает. Так. А что? Верка без шекла. И поэтому... Поэтому не страшно. Здесь сейчас Виспу. Так. Пошел Станчик Слордар. Флэмдвард опять очень шклет. Больно связал. Еще вкатывается на Сноубольном развороте. Здесь... Опять Станчик Слордар пытается уйти. Неужто Бэйн его опять достанет? Это уже будет, наверное, киллинг сприт здесь. Для Бэйна. Хотя у него и так... По идее. Да, да, да. Доминейтинг уже у Бэйна. Это... Сейчас, конечно... Раскармливают Бэйна. Немножко переагрессировали ребята. Из-за про. И получили в итоге за это по голове. Ну, кстати, Эмбер рискует тоже сейчас откинуться. Отправиться в тавер. На 1-2 у него счет. Поставил он ременант. Ну, нужно, нужно ему сейчас пойти похилиться и вернуться. И вот так вот Станчик Слордар, по-моему, уже немножечко от безысходности здесь транквил приобретает. Чтобы... Чтобы... Чтобы в таких ситуациях у него был дополнительный хил. Смог он отбежать. Они все время из таверны только прибегать. Ну, и возвращается Бэйн. Бэйна. Кстати, все очень хорошо здесь, конечно, для саппорта. Вот. Еще. Вард нашел. Разбил. Так, и что Эмбер? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Фух. Это в лесу такие страсти происходят. Я уже подумала, там все. Смерти. Пошли. Так, что Бестмастер? Бестмастер шестой. Брюмастер тоже шестой. Ну, естественно, конечно, у Брюмастера здесь... Ладно, пока что не буду ее открывать на Творце. Брюмастер, конечно, здесь все намного лучше в плане фарма. Есть у него арканы. Ну, и даггер, я думаю, он себе скоро купит. Так, телепорт. Там пошли на мид. Нужно не прозевать. Так, и что? Станчик на Бестмастера. Разложился здесь еще Брюмастер. Ну, и для... Блин, это килл. Слардар еще там, кстати, уронку забирает. Ой-ой-ой, на топе экшен. Бейн там пытался подселить ВР. Настреливают. Тосует ее. И прилетает к своему же по голове здесь. Тускар отправляется в таверну. Висп-тизерится. Мчится, мчится просто за это ВР. И опять Тос пошел. Бейн должен... Ой-ой-ой. Так вот контролят. И все, умирает. Нет, это килл уже для Виспа. Неплохо. Слардар здесь один. И, конечно же, легко. И непринужденно. Просто вот так вот подскакивает. Вверх Тинник его Тоса. И это еще для него один килл. Ну, Тинни здесь поплатится. Немножечко за то, что он... Я даже не знаю, если бы он пошел с своим тиммейтами. Выжил бы он или нет. Но, так или иначе, пошел он... Может быть, он, кстати, хотел... А, нет, до атакера еще далеко. Не знаю, что он туда пошел. Но, короче, умер он. И Эмбер здесь еще под Тавру вот так вот наглую влез. Забрал здесь в итоге Тускар. Опять-таки отомстил. Так. Это Бейн. Бейн вроде как хотел подсейвить. Ну, и здесь, конечно же, Висп. Забрал на Релакете. Отхилл. Сейчас прилетят обратно. Ну, а в это время Бестмастер у нас продолжает формировать. Пока что на боте никуда не торопится. Седьмого левела. Так, посмотрим, что у нас в Брюмастер. Тысяча восемьсот голды у него есть. И, я думаю, дагерочку он все скоро прикупит. Так. Ой-ой-ой-ой. Ультимейт Тертиника хороший. Здесь Вейв достал. Конечно, он пока что на троечку. Но неплохо, неплохо. Продамажил. Верк там говорит. Лин делает комплименты. Ну, ой-ой-ой, Виспа поймали. Нет-нет, уходит. У Лины, конечно, была мана на стан. Но далековато, далековато. И Шакл у Верки первого левела пока что не особо долго держит. Так. Тусик там забрал Виспа. Лина воюет вместе с Бестмастером. Ну, Бестмастер на нее накричал. Как раз хватило у него маны. На свой прокаст. Еще вот парами взкидал. И Лина отправилась в таверну. Кстати, Лина 400 голды ему отдала. Сорвал он с нее стрик. И замедляет здесь неплохо. Кстати, кабанчик Брюмастера. Брюмастер пока что тоже слайна особо старается не уходить. Хочет дофармить здесь даггер. Так-так-так-так. На топе у нас драг-волжу спанч был. Шарды есть. Висп дамажит очень неплохо. Он просто с руки накидывает. Точнее, даже не знаю, как сказать, что он здесь накидывает. Верка связала. Ультимейт от нее пошел. Опять-таки, первый шейк его очень плохо держит. Хорошие шарды закрыли. Висп подправляется в таверну. Прилетает сейчас сюда Тинни. Тинни. Тинни прилетел. Но Лина немножко стан... Мановато дала, короче, не достал. Валерн спанч пошел. Еще ультимейт в Тинни сдувает, сдувает здесь в итоге его. Но таки умирает здесь Тускар. И что? Обремайся. Вот его даггер. Так. Маны нет. Но то, чтобы разложиться... Ну, в принципе, он с руки здесь бьет. Так. Ну, Бейн-то у нас, как мы знаем, парень не промах. И на развороте может накидать. Вот таки хватило здесь сейчас. Мана разложилась. Ну, и нужно ему отсюда сваливать. Поднимает вот так вот Виспа здесь на ветра. И сейчас улетает. Улетает Виспа с Бейном. Так. Слартар подурной. Пытается, пытается уйти. Телепорт, правда, в откате. Таггера нету. И будет пытаться крипам отдаться. Да. Забирает. Забирает его крипы. Ну, кстати, неплохой вариант. Почему бы и нет? Лучше так, чем врагу. Но сейчас ребята из команды... Аспир как-то подсобрались. Все вместе на мини поставили вот тут в арт. И, возможно, пойдут немножко попробовать что-нибудь пропушить. Так. Верка, кстати, я поинтбустер купила. Будет у нее аганим. Так. Трегинг, кстати. Нот вэт. Ну, а Тинни здесь два-три. Хорошие шаклы просто от Верки. Замечательные. Были бы они еще замакшены. И Лина не пожалела, как всегда, свой ультимейт. Влетает. Кстати, Эмбер Спири здесь привязал неплохо. И на фистах Флэнгвард еще, кстати, дамажит. Лина опять хороший станчик дает. Забирает. Еще сейчас Эмбера разбивает здесь в Ордецке. Так. Что творит здесь этот ремастер? Даблкин сделал. Драк вот так разделился. И отправились, ребята, из команды Аспера отдыхать в таверну. Нет у них сейчас троих человек. Зарабатывает себе небольшое сейчас преимущество, ребята, из команды ПРО. И прожали Глиф. Но вышка, я думаю, здесь упадет. Но в это время, кстати, здесь Бесмастер времени зря даром не теряет. Тоже пушит еще онлайн. Ну, и не кратчо он себе будет здесь делать. Кстати, прилетел здесь Эмбер с фиспом на релокейте. Валрус Панч пошел. Ну, конечно, Тускар никуда уже не уйдет. Пытался он здесь шардами как-то продамажить. Ну, и сейчас улетят обратно. Улетает. Улетает на базу. Остается здесь Тинник. А Эмбер уже втопил во всю. Вперед. Так, и что у нас Брюмастер? Так. Накричал. Праймл Стрит пошел у нас здесь от Брюмастера. Ну, вот так вот ретировался здесь. Спас его, конечно, Роор. Ну, в откат он свой ультимейт пустил. И теперь нужно быть немножко аккуратнее какое-то время. Забрал как раз свои итемы. Так, и что у нас здесь? Эмбер вместе с фиспом. И ВР-ка. Ну, ВР-ки-то уже третий. Шакла Павершот от нее есть. Связала здесь ее Эмбер. Иллюзии. Иллюзии были у Эмбера. Пытались подблочить. И ВР-ка сгорает от Эмбера. И еще... Кстати, Виз потравился в таверну. Неплохо. ТП-што сейчас ребята из команды ПРО. И будут мстить. Прыгает, прыгает. Сейчас Брюмастер Шарды пытается закрыть. Эмбер выживает пока что. Ультимейт Слардара его светит. Так, Тинник еще пока что без даггера. Вот так вот на риминанте. Просто развернулся. Но нет. Нет, нет, нет. Прилетела ему по голове от Брюмастера. И, кстати, Тинник, что ты здесь делал, дружище? Нужно было тебе посмотреть немножечко подальше на смерть своего товарища. И не отдаваться вместе с ним. Кстати, Тинник решил себе здесь сделать барабаны. Пока что, может быть, это и хороший вариант. Но, в любом случае, я думаю, даггерочек ему не помешает. Ну и так. Будет ли сейчас Роор? И влетает, кстати, на Релакейте. Здесь ловит тусик. Еще, кстати, останчик там от Лины. Лина в лесах стоит. Пока что к ней не подбирается. Накидывает с руки сейчас по виспу. Так. И бьет. Еще хороший стан. Шейкал. Но этот Брюмастер просто не прощает. И забирает, кстати, сейчас стрик с Бэйна. 400-200 голды. Довольно-таки неплохо. И опять у нас такой размен получился не совсем удачный для команды Аспера. Трое у них отправились в товар. Но Тускар один у команды ПРО. Ну и, естественно, он, в принципе, пока что выполняет, в общем-то, роль саппорта. И его смерть не так уж и страшна. А, 6-7. Вот так вот тут Тускар счет довольно-таки неплохо. Лина, кстати... Так, кто у нас здесь Владимирку прикупил? Брюмастер здесь Владимирку себе прикупил. Кстати, смоки здесь ребята активировали. Будут ли что-то делать, выходить, кого-то цеплять. Конечно, дамажит очень неплохо здесь Клэп. Пока что себе, кстати, не качал особо Дрэнкен Хейс здесь Брюмастер. Ну, в принципе, в принципе, все верно. Пассивочка вкачана. Клэп вкачан. Ультимейт уже на двоечку. И сейчас еще Владимирка есть такой очень полезный. Он становится. Врывается здесь сейчас. Еще Шейкал пошел на вершку. Свой же Кабан просто подставляет сейчас Брюмастер. Очень неприятная для него ситуация. Так, а Эмбер пока что фармит на миде. Обратите внимание, что у него маловато как-то ХП. Ну, и в итоге Брюмастер немножко подфидонил. Есть у него, конечно, здесь не крачи. Ну, а ребята из ПРО сейчас активно продолжают очень свою игру. Все вместе собрались. Вот так вот они толпой просто давят. Стоит здесь, наготовит Слардар. У него, кстати, Брэйсер есть. Есть у него Дайгер. 1200 ХП. Реабилитировался в итоге. Ну, конечно, на счет у него 3-6. И сейчас прилетает здесь Висп. Клэп пошел, разложился. Будет ли цеплять? Ну, так вот Станчик. Станчик еще на Сноуболе там вкатывается. Станчик немножко Сноубол не достал. Успеет? Нет, не успеет. Ну, Висп умер. В это время еще, кстати, Тавр забрали. Так, ловит здесь ВР-ку. ВР-ка встряла, конечно. Пока что контроль-то здесь Бэйн. Тиммейт ничего не может делать. Пауэршот здесь откидывает. Ну, это, конечно же, была уже стопроцентная здесь смерть. Так, отправился. Отправился здесь чекать Орел. Ситуацию, что там будет дальше. Так, ну и пушат. Пушат ребята сейчас с команды ПРО дальше. Просто весь бот с пушей на миде Таура нету. В это время, кстати, падает от Тинника Тауэр на миде. Ну, а все остальные лайны пока что целы. И ребята, опять-таки, из ПРО все вместе собрались сейчас на топе. Посмотрим, пойдут ли они дальше. Или решат просто отойти. Ну, в это время, кстати, Бейсмастер у нас пушит бот. Сейчас, думаю, еще некрачей вызовет. И, в принципе, Тауэр уже, конечно же, упадет. Ну, даже без некрачей, в принципе, падает. Ну, Глиф прожимает. Единственное, что сейчас все во вражеском лесу находятся ребята из команды Аспера. Аспера и... Так, что там такое? Аррор пошел, опять Шейклс связал здесь. Орел подставил немножечко. Ну, умирает здесь Бейсмастер. Перетянулись, перетянулись все вместе ребята. Очень быстро из команды ПРО. Все вместе, вот. И сразу погнались. Погнались. Здесь, кстати, Свети тут тиммейтом. Но Тини с Виспом. Тиник все-таки вообще не сторонник, видимо, Нагера. И решил делать себе агоним. Ну, почему бы... Нет, каждый играет, как хочет. Не мне, ребят, судить. Так, и... Так, башки там были, конечно, Эмбер. Ну, отхиливает, отхиливает сразу Висп. Хилит он хорошо. Будет у него Мека. Сейчас есть еще Урна. Ходит он пока что тут. Ну, мог делать стайк, но пока что нет. Сам Крепочков и фармит. И пошли ребята сейчас из команды ПРО на Рошана. Рошан падает очень быстро. У Верки уже есть агоним. Ультимейт второй. Под ультой. Сейчас Свардара. Дамаг довольно-таки неплохой. И Рошан разваливается очень быстро. Верка сразу забрала себе Аегис. Ну, что же. 20-ая минута сейчас. Первый Рошан у ребят из команды ПРО. Очень активно они себя показывают в этой игре. Счет пока что в их сторону. По Экспе они опережают больше, чем на 4000. По голде у ребят тоже преимущество из команды ПРО на 5000. И дальше продолжают давить в пятером. Все вместе идут сейчас, может быть, пойдут на мид. А пока ребята из команды Аспера расходятся. Так как по лайнам продолжают пытаться подпушивать. Как-то отвлечь, наверное, немножечко. Внимание! Ребят из команды ПРО. Мы посмотрим, получится это у них или нет. Но пока что Тауэр на миде падает. И пойдут ли сейчас дальше. В принципе, все для этого есть. Так. И линк, кстати, тебя гоним. Уже наполовину, так сказать, собрала. ВР пока что не боится. Особо здесь танкует. Стоит, наваливает по Таулю. Конечно, снизили. Здесь урон на Бэйн. Так, Бэйн, кстати, с гример-кейпом арканами. Довольно-таки неплохо для саппорта. Так. И что у нас? Врывается опять. Раскладывается здесь Брюмастер. Бэйн сам себя здесь прячет. Но в итоге шардами ее закрывает. И горит, горит Бэйн. Еще с танчиком приконтролил. Бежит. Киня. Убивает. Убивает одну пану. Сейчас пытается сбежать. Брюмастер. И Фловой, Фловой обратно собрался. Так, с Макея, чтобы побыстрее добежать, догнать. Ну, тут, кстати, Сигил еще есть. Барабаны активированы. Сейчас хорошие шарды. Выбивает Аегис сейчас с ВРки. Тинни Меку. Ио, Меку прожимает. У него сейчас будет релокейт. ВРку контролит Бэйн. Слордар еще был в Слипе. Станчик дал. Ультимейт повесил. Пытается спастись Бексом просто. ВРка отправляется тоже в таверну. Ну, и умирает еще здесь Тускар. И вот минус 5 делают ребята из команды Аспера. Показали то, что не все для них еще вот так вот потеряно. И на развороте просто накидали, надавали по голове. И очень много сейчас зарабатывают себе голды, экспы. И я думаю, графики практически сейчас уже выровняются. Ну, вот так вот сократили до 2000 преимущества по экспе. Сразу просто втопили все вместе. По Миду. Будут сейчас еще, кстати, некрачи апнутые вот 3-го левела будут. Так, ну и что же. Неплохо, неплохо сейчас Аспера реабилитировались. Сократили преимущество у команды ПРО. Ну, и, кстати, Эмбер пушит еще бот. Сейчас еще тавр на боте упадет. И получается в абсолютно равных ситуациях по таврам. Ой-ой-ой, шейкл от ВРК прилетает. Конечно же, очень больно еще с агонима домашней устой. Эмбер уйдет. Нет, Эмбер умирает. И Бен еще здесь стрял. Пытался он заселиться Глимеркейпом. Но никуда ты не уйдешь. И даблкил сейчас для Тускара. ВРК прикупил себе дайгер. Отличный вариант. Очень мне нравится вот такая мобильность на ВРКе. Прыгнула, связала, пауэршот дала. Там судьбы надамажила. Чуть-чуть еще буквально и дамаги прибавится. И можно даже без пауэршота просто такие таргеты убивая. Но, в принципе, Эмбер и так умер. Хотя у него там... Так, Баттлфури у него намечается, кстати. Так, что двое барабанов. Сейчас здесь у команды Аспера Тинни 2, 200 хп. Очень толстый такой товарищ. Бейн вылетает и ставит ребят паузу. Ну что же, пока что посмотрим. Висп 5-7 в этой игре отыгрывает. Есть у него мека, есть у него урна арканы. Есть. Бестмастер пока что с голым сапогом. Но зато третий некра у него есть. Второй роор есть. И Эмбер Спирит. Эмбер Спирит пока что товар не будет. У него скоро Баттлфури. ВРК. Тисяча колды у него на руках. Аканим Даггер есть. Все отлично. Брюмастера. Даггер есть. Опять-таки мобильный купил. Он еще здесь себе гиберстон. И будет, наверное, себе что-то прикупать. Может быть, какую-нибудь кераску он себе соберет. Не знаю. Пока что посмотрим. Так. Слардар. Слардар. Форстаф. Даггер. Дранквилы. Ну и Брейсер. Ему тоже лишнее хп дает. Тысяча триста у него сейчас хп имеется. В принципе, тоже нотбет. Лина. Лина. Как я и до этого уже говорила. Половина аганима у нее имеется. Кстати. Ну. Транквилы и обгрыженные стики. Тоже есть. Посмотрим. Совсем-совсем скоро у нее будет аганим. И будет она дамажить. В разы сильнее. Ультимейт у нее уже второй. Ну и. Хотела, наверное, я глянуть. На варды. Варды, в принципе, вот сейчас стоят неплохие у команды Асперу. В Абражеском лесу. Если что, передвижение они не видят. Но проблема в том, что ребята из команды ПРО у нас сейчас оказываются уже на миде. И вышка на миде уже упала. И сейчас под ультой ВРК будет разваливаться. Вараг. Пока что. Бейн в таверне. Ждали Бейн. Кстати, вот еще. Здесь лордар вылетел. Так-то Бейна ждали, по идее. Но вообще он в таверне 16 секунд. Так что. Могли бы немножко попозже паузу поставить. Так, а Эмберспирит 8 секунд его не будет. Ну и что же. Будет ли это минус сторона? В принципе, сейчас есть еще глиф. Не знаю, будут ли ребята его прожимать. Или нет. Или будут рассчитывать на то, что рестница сейчас Эмбер. И может быть не стоит его пока что вообще тратить. Так, ну что же. Салатар у нас перезашел. И думаю, сейчас уже должны отжимать паузу. Так. Пока что не торопится этого делать. Ну, кстати. Кстати, кстати. Так, у кого-то еще был. А, у Тинька был гиперстон. Так, ну что, барак. Барак падает. Один барак упал. Будет ли падать второй барак? Ну, кстати, этот барак регенится. Так что. Прилетает. Тиньи. Пошел от него Аваланч. А, фрустаф это здесь. Брюмастер раскладывается. Верка. Так, Лину подцепили. Плохо ей на нее еще тост прилетел. Ну, вроде как уходит в эрку. Контроль Бэйн. Так, сейчас разваливаются, кстати. Пандочки. И неплохой шокер-шот. Еще врывается на сноуболе. Здесь Тускар. Фисты пока что довольно-таки слабенько дамажит. Но, тем не менее, все равно дамажит. Так, и забирает. Вот, кстати, неплохо-неплохо. Эмберспирит. 630 голды сейчас получил за Брюмастера. И вот так вот ребята вынуждены были из команды ПРО спасаться, можно сказать, бегством. Ну, и разменялись в итоге. Висп. Здесь на Брюмастера. Ну, и тем не менее, Барак-то один остался. Один-одинешник. Ну, правда, рекенница. Ну, Крепочков. Крепочки, я думаю, грязное свое дело знают. И, возможно, в каком-нибудь замесе получится так, что придут Крепы и просто сами Барак снесут. Так, ну, на топе еще вышка стоит. А, кстати, здесь вышечка 130 хп осталась у нее. И, может быть, сейчас ребята из Аспера будут прилетать ее, забирать. Так, так, фармит пока что Слардар здесь эншентов. Ну, ребята, да, решили пойти как раз пропушить немножко здесь Лайн из Аспера и забрать эту вышечку. А на топе... На топе здесь у них фуловая вышка. В это время Эмбер с Баттлфури. Так, фармит свой лес пока что к ребятам. Он не торопится. И пойдут ли сейчас дальше Аспера или отойдут? В принципе, в меньшинстве тоже не особо выгодно сейчас драться. Ну, кстати, вот ВР-ка такая на миде оказалась. Но она с Даггером может идти. И контроль здесь сейчас очень плохо. Плохо Бревмастеру он умирает. Не успел даже разложиться. ВР-ка накидывает сутимейт на развороте. Маленький, очень маленький дамаг. И здесь еще Бейн контролит. Еще тоснул Тинник и сбегает. Сбегает просто здесь ВР-ка. Наваливает Тинни очень не кисло. Так, Лина умирает и господствует здесь уже этот самый Тинни. Просто идет и своим, так сказать, веслом, своим деревом по голове надавал. Пока что еще худеньким Линни. Ну, конечно же, Бревмастер обидно не успел разложиться. Неплохо-неплохо его законтролили. Потом тоснули и все. Отправился он в таверну. Байбеков походу нет. Ну и в итоге Навалрус Панч здесь поймал Тускар. Но нет. Нет-нет. Еще должен уйти или не уйдет. Чуть-чуть-чуть ХПО ее. Еще Висп его забирает. Опять тосу здесь. Так, не будет ли раскладываться Бревмастер? Пока стоит. Трипл килл для ВРки. Неплохо. Она, кстати, скристалится уже Навалит. Остается здесь Тинник. Тинник отправляется в товар. Ультра килл для ВРки. Ничего себе. Так. Ну и что же. Ну, рампашки-то... Рампашки вряд ли будут. Потому что все-таки Эмбер, ну, не так легко и поймать. Он спокойненько здесь, наверное, ушел. А Бревмастер себе тоже Даггер купил. И вот так вот, ребята, сейчас из ПРО прогнали Аспера. Но, тем не менее, упала вышка и упал барак. Вот так сейчас ситуация практически аналогичная здесь получается. Тут на миде остался барак. Барак еще регенится. И остался барак здесь. Стоит он фуловый. И что? Опять заход. А как же Рошан? Почему не хотят сходить на Рошана? Рестница уже скоро Тинни, но пока его нету. И пытаются максимально ребята из команды пропушить. Ну, конечно, здесь Эмбер с Лэнгвардом. И на фистах отгоняет. Прогоняет своих врагов с базы. Реснулся уже Тинни. Ну, и, естественно, ребята благоразумно сейчас здесь отходят. Так, Тинни. 2000 голды у него сейчас на руках. И мне кажется, должны сейчас ребята из команды Аспера пойти на Рошана. Думаю, они уже знают, что он реснулся. Тинни купил себе Кирасу. Теперь он бьет еще быстрее. И он стал еще бронящий. 2300 хп. Много армора. Ну, и будут ли сейчас ребята из команды ПРО что-то предпринимать? Потому что очень активно они себя проявили как-то в начале. Сейчас немножко подждали свои позиции. Вот. По счету, в принципе, все равно еще пока ведут. Ну, и Рошан разваливается. Что у нас по графикам? Асперы вырваются вперед. Больше 2000 преимущества. По хп. По голде. Больше 4. Ну, и реализовывают сейчас на полную мощность. Я думаю, с его Тинни, который поначалу немножечко у него не все было удачно, но реабилитировался. И сейчас еще на него 6-6-9. Дисп от него не отходит, держится рядом. И дает ему, конечно же, очень неплохой бонус. Ну, а ребята из ПРО сейчас поставили такие дефовые варды, чтобы было видно, что подходы. Ну, точнее, не... Да, вот. Сейчас только обновили вардицы. Кстати, скоро здесь от Аспера вард упадет. Не будет Вижена на вражеской стороне у них. Потому что сейчас ставили только на Рошана. Ну, и по топу. Пошли сейчас ребята. Есть у них Аегис. Аегис подобрал Тинни. Нужно Аегис это самореализовывать. Сиги, он палит тут контору. Все. Вот так вот. Летает он. Скоро совсем уже пропадет. Так, ну и что у нас у Бриммастера? Пока что ничего не меняется. И, кстати, вот по байбекам сейчас уже все намного лучше. Ну, единственное, что у Лины нету. Просто по голде не хватает. Но зато у нее есть Аганим. И нету сейчас байбека у Тускара. У Тускара нет по времени. В принципе, по голде тоже нет. Но Тускар неплохо затарен. Мег есть. Арканы есть. И есть у него Даггер. Как, кстати, у Бисмастера тоже у него есть. Здесь Даггерочек. Так, раскладывается здесь Брю. И пошел Шейкл от Верки. Ультимейт. Ой, еще как бешено отхиливает здесь, конечно же, Висп. Пытается он спастись. Ловит здесь Слардар в стан. Он уже очень мало дамажит. Пытается Верка накидать. Связывает там Эмбер. Только выбили сейчас с Тинни. А Егис так и будет воевать сейчас. Верка с Тинни. Станчик под ультой находится. И спасает сейчас Висп на ЛОХП. На ЛОХП просто вытаскивает. Оттуда Тинни. Но Тинни, кстати, обхиливается с Виспом. И на развороте приходит. Опять прыгивает здесь. Слардар. Слардару плохо. Горит он от Флэмгварда. Даблкил. Сейчас для Эмбер Спирита триплкил. Для Эмбер Спирита байбекается сейчас Слардар. Лина поставила хороший станчик. Хилит. Висп как бешеный здесь просто этого. Тинни как же тяжело его продамажить. Носится Верка есть. У него БКБ пытается что-то сделать. Слардар станет. И Бэйн пытается расконтролить. Как же здесь Эмбер увезет. На связке очень хорошо он здесь вяжет. И убивает после Байбека сейчас здесь Слардар. И так же Лина еще отправляется в таверну. Но тем не менее Лина забирает стрик сейчас с Эмбер и Эмбер в таверне. Минус стоп. Падает мид. Тинни своим бревном наваливает не кисло. Верка. Слеза спасли. Спасли сейчас здесь Глимером. Виспа уже Тинни даже не пытается бить. Как эту махину пробьешь. И пишут ребята сейчас из команды про... Просто пишут КГ. И выигрывают у нас первый матч на сегодня команда Аспера. С чем? Я их и поздравляю. Вот такой вот поворот событий получился у нас на этой карте. Как-то сначала мне показалось, про чувствовали себя намного увереннее и вели. Но смогли ребята из команды Аспера подсобраться. Как будто просто снизошло на них какое-то озарение. И вот так вот перевернули игру. И победили. Не то, чтобы конечно прям перевернули. Но тем не менее. Тем не менее получилась эта карта в их пользу. Ну что же. Сейчас будет следующая игра. Далеко не уходите. Буквально там в течение минут 5-7. Стартанет последняя на сегодня карточка. Продолжение следует.